Перерастут ли уличные разборки в России в разборки уже провластные и во властных кабинетах? И насколько сильно ужесточается система слежения за россиянами и будущей ловли их на фронт? По всей видимости, обо всем этом и не только. Говорим прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова. И вместе с нами Сергей Жирнов, экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки РФ. Сергей, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Я тоже очень рад. Привет всем нашим зрителям. Спасибо, что находите время. Читала я в российских телеграм-каналах сводку новостей. За день, вчера вечером уже перед сном, поздно не спалось мне. Черные лебеди вышли к людям на курорте под Петербургом. Значит, было написано так. Там я подумала, а возможно, черные лебеди, но в фигуральном значении, вышли к Путину в виде разборок вокруг Уайлдберрис? Или это еще слишком рано делать такие выводы? Ну нет, это рановато немножко. Ну, в общем, это просто показывает на то, что путинский режим давно, который перешел в ручное управление, не работает. Потому что если вы перевели всю страну, то есть если Путин перевел всю страну в ручное управление, он должен ей управлять. А он старенький, дедушка старенький, и все. И то, что раньше ему удавалось, ну, это подразумевает что? Когда вы все должны решать, тогда вам целыми днями нужно этим заниматься. То есть нужно принимать людей, нужно отвечать на звонки, нужно читать какие-то документы и так далее. А Путин плавает в бассейне, едет в Китай, ездит в Монголию, ездит там на Восточно-экономический форум, разглагольствует где-то там. А вопросы все стоят, его ждут. И, так сказать, ему не могут дозвониться. Потом он спит, потом он плавает в бассейне. Потом он на конюшне, значит, там с премьер-министром Индии, значит, смотрит, как какие-то там тетеньки ходят в кокошниках. А вопрос стоит, вопрос с Вайлдерисом, на самом деле, мы знаем, что там проблема уже несколько месяцев. И ее не разруливали, не разруливали, не разруливали. И, судя по всему, начальник Кремлевской администрации Вайна, он для Кадырова начальником не является. То есть Кадыров его не рассматривает как решалу. Хотя Вайна, в принципе, никогда не озвучивает свои собственные решения. У него нет своих собственных решений. То есть Вайна, когда чего-то говорит, это смысл того, что это говорит Путин. Просто его голосом. Но Кадырову нужно, чтобы конкретно Путин ему что-то сказал. Чтобы позвонил и сказал, Рамзан, ты что там делаешь? Ну-ка забери своих аксакалов, архаровцев, абреков, и пошел в зад. Или, наоборот, говорит, можно, я разрешаю. И тогда он позвонит уже не Кадырову, а позвонит этой тетеньке. Там семейная драма, на самом деле. Потому что развод и девичья фамилия. И муж не хочет согласиться с тем, что он потеряет какой-то капитал, на который он надеялся, что он получит половину от капитала своей жены. То есть там история такая довольно банальная, на самом деле. То есть это такая бытовая история развода, через которую проходили многие олигархи. Мы помним эти суды бывшей жены Потанина, которая пыталась у него отследить половину его состояния и так далее. Но к этому делу подключился муж, имел глупость. А это точно глупость совершенно. Когда у него не нашлось никаких реальных инструментов, так сказать, отсудить какую-то долю от богатства своей жены. Потом он сказал, ну дай-ка я обращусь к бандитам. А какие бандиты сейчас остались в Российской Федерации? Либо вы обращаетесь в Федеральную службу безопасности, которая является бандитской службой, которая может отдавить у кого угодно какую-то собственность. Либо вы обращаетесь к чеченцам. Но почему он дурак? Потому что если вы обратитесь к чеченцам, то получит деньги не он, а получит деньги чеченцы. Вот в чем главная ошибка этого субъекта. Но в то же время Путин же, Кадырова вообще для чего и для кого готовит на будущее? Готов ли он его защищать? Или Кадыров на самом деле, если почувствует уже слабость власти Путина, уже может и все пойти, да и вынести с Кремля вместе с тем же Путиным. Насколько вот здесь близки отношения? И тоже не семейная драма, а семейные какие-то, я не знаю, приключения возможны? Ну, это такая сказочка, которая существует, что Кадыров типа такой защитник Путина потенциальный. У него там сидит несколько сотен вооруженных людей в президент отеле. И если там у Путина его предали Министерство внутренних дел, ФСО, то он может позвонить Кадырову и эти обреки, значит, куда-то приедут. Это сказка. Потому что мы видим, как эти люди ехали спасать Путина в Ростов, воевать с Пригожиным. Они сказали, что, вы знаете, у нас там из Чечни до Ростова долго ехать, и там светофоры на каждые 100 метров. И мы стоим на светофорах. И поэтому там были пробки, заторы. Мы успеть в Ростов не смогли, не успели. Когда уже приехали, там уже никого не было. Пригожина уже не было и так далее. То есть мы знаем эти сказки. Мы знаем сказки, как Кадыровский Ахмат защищал Кузскую область. Они сказали, мы стояли на рубежах, мы ждали вообще, все вооружены до зубов. Но почему-то украинцы прошли мимо нас справа, слева, а на нас прямо не вышли. Вот если бы вышли, мы бы им бой бы дали. А поскольку они проходили справа и слева, мы их видели, как они проходят слева и слева. Но зачем нам бороться? Это же не наша территория. Мы вот вперед смотрим, если бы они на нас прямо шли. Ну, то есть вы понимаете, какие сказки они рассказывают. На самом деле у Кадырова нет боевых подразделений. У него есть бандиты. У него есть вооруженные бандиты, которые работают. Это все работает на невооруженных людей. Вот если куда-то приезжают бородатые бандиты кадыровские, вооруженные автоматами, пистолетами и, может быть, даже там пулеметами, то, естественно, безоружные люди где-то, которые находятся, они ничего с ними сделать не могут. Но как только они приехали куда-то, где есть хотя бы правоохранительные органы, там сразу начинается стрельба. Но эта стрельба такая легкая, на самом деле. Ну, убили там двух человек из правоохранительных органов. Это, в общем, в Российской Федерации мелочок сейчас на уровне, на фоне войны, где гибнет по тысяче человек в день. Другое дело, что если кадыровские абреки попытаются приехать, например, в какое-то место, где офицеры ФСО находятся под охраной, то я совершенно не убежден, что они смогут что-то там сделать. Потому что со светофорами они воевать умеют. С лесополосой они воевать умеют. Кадыровский сын, значит, сопляк, стрелять не умеет даже в тире. То есть вот даже послушайте Сергея Асланяна. У него есть разбор, как кадыровский сын демонстрировал Путину стрельбу. А я вам напомню, что кадыровский сын, младший Адам, является начальником его охраны. То есть, на самом деле, у кадырова проблемы с его охраной собственной. Потому что если какой-то сопляк является начальником его охраны, то его может ждать история Трампа или история с покушениями на Трампа. То есть, в любом случае, кадыров не владеет никакой армией. У него нет никакой армии. Потому что, грубо говоря, если он пойдет против российского государства, то есть то, что вы намекнули, то есть если он захочет, например, устроить государственный переворот, и просто на определенном этапе эти архаровцы приедут в Кремль, там перестреляют, например, первую какую-то охрану, и даже могут пойти, допустим, в первый корпус и селиться в кабинет президента Российской Федерации. Дальше товарищ Герасимов снимает телефон, красный телефон, начальника генерального штаба, и в этот кабинет немедленно прилетает ракета «Кинжал». И от этого кабинета не остается ни ножек, ни рожек от кадырова. И от всех его архаровцев. То есть, грубо говоря, против мощи вооруженных сил Российской Федерации, а вы сами понимаете, что когда человек совершает государственный переворот, то против него потом будут воевать не какие-то там охранники частные, а будут воевать регулярные войска, те, которые воюют в Украине. И, грубо говоря, какой-нибудь там Ту-160 стартует откуда-нибудь, а могут даже и стратегическую ракету, могут даже ядерную ракету взорвать прямо в Грозном. Вот тактически ядерный заряд в Грозном прилетает, и там три килотонны от Грозного не останется ничего. Просто ничего. Ноль. И, кстати, заодно Российская Федерация покажет, что у нее есть ядерное оружие. И решит вопрос с Кадыровым. Раз и навсегда. И все. Так что разговоры о том, что Кадыров может чего-то куда-то. Вы думаете, что патриарх Кирилл и русские фашисты, значит, они позволят какому-то, ну, извините меня за выражение, бородатому кавказцу сесть в кресло в Кремлевское в Кремле? Да ни в коем жить, ни в коем разе. Но Путин ведет все к этому. Он ведет к тому, что будет в России огромная резня на религиозной основе. Мы это видели уже начало в Дагестане. Я это описал в своей последней книжке. Вот она у меня называется «Заклятые друзья Путина и Кирилл». О том, что Путин воюет со всеми православными братьями и дружит со всеми мусульманскими террористами. И это не может закончить ничем другим, закончиться, кроме как религиозной резней внутри Российской Федерации. Путин специально все ведет к этому. Хочет он того или не хочет. И этим все закончится. Сергей, эта резня, которая может быть на религиозной почве, она закончится для Путина какими-то профитами, может закончиться, или просто тотальным хаосом? Как может это использовать путинская власть и его окружение? Нет, нет, нет. Путин использовать это не может. Потому что он будет главным виновником этого дела. То есть первый человек, которого зарежут в результате этой резни, будет Путин. А второй человек будет Кадыров. То есть это будет Путин, потом Кадыров. И причем ребята, которые будут этим заниматься, они от Грозного... То есть вы помните Вторую Чеченскую войну? Грозный с лица земли снесли просто. Вот это тогда еще воевали танками и пушками. А теперь воевать танками и пушками никто не будет. Теперь будут просто воевать либо тактическим ядерным зарядом, либо крылатыми ракетами и баллистическими ракетами, которые там средней дальности. И за 10 ударов баллистическими ракетами Грозного не будет просто вообще. Вот поэтому Кадыров прекрасно это знает. И, кстати, Путина, когда убьют первого, вторым человеком, которого убьют в российской леверации, будет Кадыров. Ну, в принципе, мы плакать за ними не будем. Когда вы говорите о том, что ядерку могут взорвать над Грозным, в принципе, удивляться тут нечего, потому что российская власть уже где-то только не предлагала эту ядерку повзрывать. И над Сибирью Маргарита Симоньян, и вот выходит директор полигона «Новая земля» и говорит, где-то можно же тактическую ядерку тоже испытать и напомнить. А насколько вероятно не только вот таких, да, разборках, а вообще, в принципе, сейчас варианты сценарий, что российская власть может использовать на своей же территории тактическое ядерное оружие, или, возможно, не только тактическое, дабы напугать мир в который раз, дабы показать, что у них все-таки есть эти красные линии, которые они чертят, или остались вообще какие-то еще, еще какой-то порох в путинских пороховницах, потому что кажется, что они уже пусты. Ну, вообще-то логика вся идет к этому. Хотим мы того или не хотим, потому что, грубо говоря, Путин чертил какие-то красные линии, и все красные линии, которые начертил Путин, все были западной коалицией и Украины при поддержке западной коалиции пройдены. И ответа не было никакого страшного. То есть был серьезный ответ, потому что, допустим, на регулярную армейскую операцию в Курске Путин ответил массированными бомбардировками украинских городов. Но это все уже, так сказать, Украина видела. То есть ничего нового здесь, принципиально нового не было. То есть были большие удары вот такие, которые мы видели там в октябре, ноябре 22-го года. Ну, то есть когда там несколько сотен ракет и беспилотников направляются каждую ночь в Украину. Но это не принципиальная эскалация конфликта. То есть здесь никакого качественного изменения ситуации не произошло. На заход регулярных украинских войск в Курскую область Путин вообще никак не ответил, потому что, в принципе, у него нечем отвечать. То есть, грубо говоря, все боеспособные части находятся на востоке Украины, на фронте. И для того, чтобы реально выбивать, допустим, украинские войска из Курска, надо снимать реальные боевые части с фронта на востоке Украины. У Путина таких частей нет. То есть туда собрали там 1030 или 40 кого-то, там, я не знаю, неизвестно кого. Кстати, частично, говорят, боевые части все-таки сняли, потому что все-таки мы слышали свидетельство о том, что сейчас стало чуть-чуть полегче на восточном фронте. То есть меньше бомбардировок и меньше напор российского наступления на украинские войска. Но в любом случае он ничем ответить не мог. И это продолжается уже два с половиной года. Потому что он говорил, если Украина ударит по Крыму. Украина ударила по Крыму десятки раз уже. Если украинцы ударят по Крымскому мосту. На Крымском мосту был какой-то теракт. Ну, непонятно там, кто ударил. Ну, в общем, так сказать, ответственность положили все равно на Украину. Но ответить не не ответили. То есть тогда на удар по Крымскому мосту ответили бомбардировкой инфраструктуры украинской. В общем, конечно, это очень неприятно, потому что приводится цифра о том, что 70 или даже 80% украинской инфраструктуры энергетической разрушена. Но, тем не менее, несмотря на веерное отключение, Украина живет, продолжает жить и даже восстанавливает свою инфраструктуру довольно регулярно. То есть здесь ничего нового нет. И поэтому наступает момент, потом говорили про танки, про пушки, про ракеты, про F-16, про удары по российской территории. Вообще удары по российской территории – это вообще просто анекдот. Потому что 30 сентября 1922 года они же все завоеванные украинские территории, и даже те, которые не завоевали, включили в состав Конституции Российской Федерации. То есть полностью Запорожскую область, потом полностью Керсонскую область, полностью Донецкую, Луганскую область и плюс Крым. И таким образом любые удары украинцев по этим территориям формально считаются ударами для россиян по российской территории. И то есть они говорили сами себе и всему миру, что если будут какие-то удары такие по российской территории, то они там ударят чуть не ядерными ракетами, и мало никому не покажется. Но ничего не произошло. И когда два с половиной года Российская Федерация постоянно всех пугает ядерным оружием, но ничего не делает, то наступает момент, когда Ян Стонтельган выходит и говорит, что все это фигня, не стоит вообще ничего бояться, потому что россияне не могут ударить ядерным оружием. И вот тогда возникает вопрос о чем? Чтобы ударить там по ядерным оружием, Россия на самом деле по Украине действительно в нынешней ситуации не может. Не потому, что у нее нет этого оружия, а потому что если Российская Федерация нанесет какой-то ядерный удар по Украине, то это кардинально изменит ситуацию геополитическую в мире. И тогда никакой Китай, никакая Индия, никакая Бразилия не смогут защищать Путина и приглашать его, и никакая Монголия не сможет его принимать на всяких-то формах и так далее. То есть Путин станет парей на мировой арене. И от него отвернутся даже те, кто сейчас его поддерживает. Потому что Китай не может такое поддержать. И Индия не может такое поддержать. Вот сейчас они еще разглагольствуют о каком-то там медном плане, медном урегулировании, но они говорят о том, что это классический конфликт между двумя сторонами. Значит, типа муж и жена там не поделили при разводе имущество и делят имущество. И по этому поводу, так сказать, нам влезать в эти разборки не стоит. А вот если Путин применит ядерное оружие, то все это кардинально изменит ситуацию. Поэтому он не может этого сделать. Тем более он не может сделать это по объектам НАТО, по странам НАТО, потому что это будет означать просто открыто третью мировую войну, четвертую, если за третью считать холодную. И поэтому остается какой вариант? Остается сделать испытание, чтобы показать, что у Путина есть ядерное оружие. Потому что, посмотрите, есть довольно много экспертов военных, которые говорят, что есть сомнения, что у Путина вообще есть работающее ядерное оружие. Потому что ядерное оружие, поддержание его в боеготовности, это даже не поддержание боеготовности обычного. То есть мы видим, что даже снаряды и ракеты российские, там половина советских ракет, которые Российская Федерация запускает с Каспийского моря в сторону Украины, падает, потому что они старые, потому что они уже не летят, потому что у них не работает ни двигатель, ничего. Там они перетравили всех дельфинов и скоро всех осетров выведут даже уже в Каспийском море. И черные крыни останутся ни у Ирана, ни у Казахстана, ни у Российской Федерации, ни у Азербайджана. Но вопросы говорят о том, что если такая ситуация в классической армии, то почему мы должны считать, что лучшая ситуация у Российской Федерации в ядерных силах. И вот смотрите, последний удар по хранилищу оружия в Третьейской области, он доказывает, кстати, им правдоподобность такой теории, потому что они формально говорят о том, что они построили какое-то суперновое, суперсовременное хранилище для боеприпасов, и вдруг выяснилось, что все это новое, суперсовременное хранилище взрывается там, ну, условно говоря, одним беспилотником. Вот. А где гарантия, что у них такие же суперхранилища ядерных боеприпасов могут не взорваться от одного, грубо говоря, беспилотника или там ракеты. Вот. И поэтому нужно на определенном этапе все-таки доказать миру, что у России есть ядерные зубы. И ударить по Украине, это значит, изменить всю геополитическую ситуацию не могут, ударить по НАТО тем более. Значит, остается что? Провести ядерные испытания у себя на территории. И закончится тем, что вот на полигоне Новая Земля, там действительно мало чего есть, но на самом деле для них это не очень приятная штука, потому что если они там будут проводить какое-то... Потому что нужно не подземное ядерное испытание проводить, то есть, грубо говоря, не внутри так, чтобы просто бабахнуло и все сказали, да, вот там посмотрели на сейсмографы и сказали, что да, действительно там произошло, какое-то ядерное испытание. Но нет, если его и проводить, то им надо проводить ядерный взрыв либо на Земле, либо в атмосфере. То есть, так, чтобы он был виден из космоса, издалека, чтобы все его сняли, чтобы эта картинка прошла по всем средствам массовой информации по мировым и, значит, испугала всех обывателей, испугала всех политиков и так далее. То есть, вот остается только такая штука. Но я вам напомню, что у Российской Федерации на самом деле, вот там, где у Советского Союза почти ничего не было, потому что это была Арктика, которая слабо использовалась, Российская Федерация сейчас Арктику использует очень активно. То есть, у нее есть чуть не основной ее товарный путь морской, сейчас арктический, потому что она настроила атомных ледоколов, и она, значит, в Китай, в Азию поставляет газ по Северному Ледовитому океану. И если вы произведете на Малой Земле испытание наземное или воздушное, то радиация, естественно, отравит воду, и, значит, все ваши эти пароходы и ледоколы будут фонить везде, их перестанут принимать где-нибудь там в Китае, то есть, на самом деле, и это они сделать не могут. Остается что, в Сибири где-нибудь там взорвать, вот как говорила Симоньян. То есть, надо найти место такое, где никого нету, и где собственная территория. Но понятно, что если вы взорвете там атомную бомбу, то вдруг загорится еще тайга и будет гореть там, выгорит там, я не знаю, там миллион квадратных километров тайги, да, если вы произведете такое испытание. То есть, на самом деле, эта проблема не такая простая, как может показаться. Да, да, проблема более чем масштабная, и вы правы, в каком это качестве, количестве, виде вообще хранится, и куда оно может долететь, а может не дальше, чем стен того же Кремля, может и до Сибири даже не достанет. Вот еще надо более чем посмотреть и проверить. Но этим же тоже кто этим будет заниматься. А вот ленточку, да, в 2018 году Дмитрий Булгаков, упомянутый нами представителем Министерства Обороны Российской Федерации, заместитель Шойгу, тогда еще теперь сидящий за коррупцию, перерезал Сергееву и правы в Тверской области ленточку и говорил, что вот это так укрытие, вот это так защита, и от ядерного удара, и от всего, значит, этих хранилища боеприпасов защитит. Ну, как-то не очень получилось. Вы правы, может, и не один беспилотник, может, и какая-то ракетка, где пролетала, но это тоже зачем знать российским оккупантам об этом. Но, тем не менее, поныщил и поныщил, и все горит, детонирует. А вот это на руку и везде нам играет такая халатность, я так понимаю, также. И насколько это показательно, и насколько за это будет кому-то наказание, а не только Булгакову и остальным заместителям Шойгу. Ведь сам Шойгу, ведь Кирасимов, они же все разгуливают спокойно, им дают другие должности. И на самом деле эта безнаказанность продолжает усугублять проблемы и в оборонном секторе на территории РФ. Не так ли? Ну, с одной стороны, так. Потому что, конечно, это коррупция, то есть там все разворовывается. На самом деле, там, может быть, и бетон плохой, и, может быть, надо было бетон строить там по документации. Там было предусмотрено, может быть, там 3 метра толщины бетонного покрытия, а на самом деле поставили там полметра, все остальное своровали и настроили себе дачу из этого бетона. Мы это не знаем. Главное, что это очень показательная вещь, потому что, вот, вы знаете, там до строительства этих хранилищ Российская Федерация оправдывалась, говорила, что да, вот развалился Советский Союз, там было все старое, понятно, что это все устарело, что надо было все модернизировать, и поэтому, когда взрывается или падает, или разрушается что-то советское, то в этом виноват Брежнев, в этом виноват, там, я не знаю, Хрущев, Сталин, Горбачев, кто угодно, ну, Горбачев, кстати, вот самая хорошая фигура, потому что во всем виноват, известно, до 91-го Горбачев, вот, а мы тут в этом деле не виноваты. Ну, можно еще свалить на Ельцина, говорить, что да, вот он там в 90-е годы, но с другой стороны у Ельцина не было цен на газ и нефть, поэтому у него не было просто бюджета, он строить ничего не мог в 90-е годы, все просто разворовывали государственную собственность, становились миллиардерами на разворованной собственности, вот, а строить никто ничего не мог. Пришел Путин, значит, изменилась ситуация, и вот он понастроил теперь новых этих самых всяких вещей, хранились, он понастроил танков армата, он понастроил ракет с армат, вот, но на самом деле выясняется, что никаких с арматов нет, никаких танков армата нет, никакого Роскосмоса нету, все руководители Роскосмоса сидят, и программа Роскосмоса, которая планировали уже аж в 20-м году там настроить пять новых ракет-носителей, и завоевать весь космос вплоть до Юпитера, не работает, значит, Рогозин, который обещал на Луну уже там, оккупировать Луну, радуется, что просто не посадили, посадили его только сенатором, и вот, кстати, вот ответ на ваш вопрос, вот, пожалуйста, вам Рогозин, да, Роскосмос не работает, все разворовано, ничего не летает, или летает старое советское, а он является сенатором в Российском Сенате, вот и все, Шойгу, у которого все разворовали, его, да, пусть убрали с поста министра обороны, пусть посадили его заместителей, пусть уволили его заместителей, но он-то сам сидит секретарем Совета Безопасности в Кремле, да, ну, там, не в Кремле, а там, недалеко, вот, и носит каждый день папочки Путину по поводу вместо Патушева, и поэтому Путин вообще мало кого наказывал когда-то за коррупцию, за воровство Российской Федерации не наказывают, в Российской Федерации коррупции, воровство, за нее ордена дают, ордена за нее дают, вот эта страна, и больше того, это с помощью этой коррупции еще что-то еще и работает, потому что, когда люди знают, что они отпилят с какой-то программы чего-то, то тогда частично эти программы могут где-то даже выполняться, ну вот, а если убрать коррупцию, то вообще ничего работать не будет, и вот почему эти хранилища, они очень показательны, потому что это современное, это вот то, что при Путине сделали, это подавали при Путине как величайший прорыв, да, и больше того, на самом деле, почему война путинская против Украины была самоубийством Путина, и самой глупой ошибкой Путина, потому что до этой войны миру было непонятно, что в Российской Федерации на самом деле нет никакой армии, и в Российской Федерации на самом деле нет никакой военной силы, и нет никакой экономической силы, эта война сделала это очевидным, да, потому что два с половиной года путинская великая армия не может победить маленькую Украину, извините меня за то, что я сказал маленькую, но я просто по сравнению с Российской Федерацией. По объемам, по величине территориальной. В 25 раз просто меньше территории Российской Федерации. Напомним, что Украина на самом деле самое большое государство Западной Европы. Но Путин победить ее не может. Он говорит, что у них там все плохо, коррупция, они все там неонацисты, они все там нюхают кокаин, но победить ее не может. И поэтому, естественно, тем более он не сможет никогда победить Китай, тем более он не сможет никогда победить ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки. Это стало всем понятно. И вот это самая главная проблема для Путина, потому что это стало всем очевидно за последние два с половиной года. Да, более чем. И, кстати, Курская область, там же почему? Уже контрнаступление было российской оккупационной армии, неделю почти длилось, но как-то закончилось. Что-то опять и здесь не получилось? Или просто, на самом деле, Сергей Путину и не надо ничего урегулировать в Курской области? Ему же нужен Покровск, который никто не знает в Российской Федерации. Ему же нужен Торецк, ему же нужен Часовьяр, ему же нужна Хурахова. А Курск зачем? Пусть там тоже, если что, можно и ядеркой пульнуть будет. Ну, я понимаю, конечно, вашу сарказм и иронию, мы троллим таким образом товарища Путина. Нет, просто смысл какой? Что у Российской Федерации еле-еле хватает сил для того, чтобы вести мясные штурмы на востоке Украины. И если это считается боевыми частями Российской Федерации. Из Курска вытеснять украинские боевые регулярные войска, те, кто находятся в Курской области, физически не могут. То есть надо снимать тогда боевые части с Восточного фронта в Украине, ну, западного для Российской Федерации, и перебрасывать в Курскую область. А они этого не хотят, потому что это понятно, что тогда закликнется наступление на основном фронте, и еще не факт, что получится что-нибудь в Курской области. И поэтому, хотят они того или не хотят, им, значит, они приняли решение, ладно, ничего трогать не будем, наступление будет там, где оно есть, надеемся, что оно даст какие-то результаты, там захватят Покровск или там еще что-нибудь, что на самом деле, в общем, ну, захватят, даже если захватят Покровск. Ну, обидно, конечно, но, опять же, не смертельно. Но в Курской области у них нет боевых частей, поэтому туда нагнали Срочников, туда нагнали Росгвардию, туда нагнали, кстати, Ахмат Кадыровский, который, естественно, на четвертой позиции, то есть он на фронте, его никогда вы не увидите, Ахмат Кадыровский, несмотря на то, что они все надувают щеки, потому что они все сидят в президент-отеле, или в Грозном. Вот ни один чеченский значимый человек никогда на фронте не был и не будет, потому что Кадыров их бережет. Они туда посылают спецназ, который просто формально существует, значит, в этом самом, на территории Чечни, в Гудермесе, там готовят людей со всей России, и потом посылают, типа, это вот, значит, из Чечни, значит, боевые части какие-то на фронт. На самом деле, никаких чеченцев на фронт не посылают. И больше того, вы видели, как Лаудинов даже уже говорил, что если какой-то чеченец вдруг оказывается в плену, то он уже перестает быть чеченцем, и мы его не собираемся даже, значит, и выкупать. Это потому, что этот чеченец не кадыровец. И для чеченцев, кстати, которые воюют на стороне Украины, они понимают разницу между кадыровым и чеченцами. То есть, на самом деле, вся Чечня является жертвой кадыровского клана, кадыровского режима. И она ждет тоже момента, когда можно будет скинуть весь этот клан и их всех вырезать до седьмого колена. Что, на самом деле, с кадыровским кланом произойдет рано или поздно. И так, ими по делу. Сергей, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Благодарю вас за вашу позицию, за ваши разъяснения. И всегда инсайды, конечно же. Спасибо, что находите для нас регулярно время. Всегда вам рады. Всего доброго. Спасибо. Сергей Жернов, экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки РФ. Ирина Услова, меня зовут, я с ними общалась. Спасибо, друзья, что провели это время вместе с нами. Оставляйте свои комментарии. Уверена, вам есть что сказать по поводу тех тем, которые мы обсудили. И подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Сергея. Легко найти его в описании под этим видео. И на YouTube 24-го. Также у нас уже 7 миллионов 600 тысяч. Спасибо каждому. Двигаемся к цифре 8 миллионов. Благодарим вас за то, что вы всегда с нами. Берегите себя. Верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Субтитры подогнал «Симон»!